Всем доброе утро, мои хорошие! Ну и уже по нашей традиции я здороваюсь с вами на балконе, как всегда. Мы смотрим на погоду, какая у нас сегодня погода. Настроение хорошее, я сегодня собираюсь ехать домой. Сегодня вторник, праздники прошли, Денечка пошёл в садик. Утренник мама снимет, я посмотрю, но мне нужно будет ехать домой. А сейчас я дожидаюсь дочку, она поехала на почту за моей посылочкой, огромной. Я собираюсь для вас снять видео отдельное, покупочки. Это будет Василёк, любимый Василёк, Ивановский текстиль. Заходите, смотрите, что я там на этот раз заказала. Для себя одежды я не заказала почти, но крупногабаритные вещи заказала. Я смотрю, в окошке видны тюльпанчики на фоне. Вот тюльпанчики ещё стоят, водичку поменяла, прекрасно. А что же у нас на улице, давайте посмотрим. На улице сегодня облачно, но в принципе тепло, 16 градусов будет днём. Максимальная температура и ветерочек есть небольшой, но не такой уж прям он сильный. В общем так, солнце сейчас пока так проглядывает периодически из облачков. Но всё равно погода хорошая, всё равно это весна. Я смотрю, впереди у нас ещё похолодание будет, так что будем наслаждаться весной. Я уже приготовила котлетки на пару. Хотела пожарить, но дочка захотела на пару. Но в принципе можно и на пару поесть. У нас есть картошечка, пюре. В общем, покушаем, когда она придёт. И каждый займётся своим делом, своими делами будем заниматься. Ой, ну что, мои хорошие, наконец-то я добралась до дому. Честно говоря, я сегодня не выспалась. Бессонница немножко беспокоила, полнолуние потому что. А ещё сегодня целый день сверлили, штробили соседи. И у меня уже просто взрыв мозга. Я, в общем, дождалась уже дочку и быстрее, быстрее поехала домой. Сейчас приехала, я вот хочу, честно говоря, отдохнуть. Хочу тишины. И сегодня я ничего снимать уже, наверное, не буду. Мне надо отойти немножко. Голова уже у меня шатается от этого шума. Вы знаете, здорово было. Праздничные дни никто не штробил, никто не сверлил. И уже так было хорошо в тишине, как будто так и надо. А сегодня они снова силой, утроили силы за три дня. И такой шум, какого, наверное, никогда ещё не было. Просто жесть. Всё, я буду отдыхать. Сейчас переоденусь, лягу, включу телевизор. И, не знаю, усну, наверное, уже не усну, потому что уже время полпятого. Так что буду просто отдыхать, что-нибудь покушать себе. Сейчас быстренько приготовлю и всё. Кто-то из подписчиков спрашивал меня, как я готовлю отбивные. Ну, вот смотрите, я приехала домой, а у меня в морозилке лежит несколько отбивных. Они уже вот отрезанные, да. Мне надо сейчас быстренько их отморозить, разморозить и отбить. Я их вот таким беспощадным образом просто кладу в воду. Ну, такая тёпленькая водичка комнатной температуры. Сейчас они отойдут, я их отобью. Пока у меня отбивные размораживаются. Кстати, у меня спрашивали индукционная плита. Что за плита индукционная? Вот китфорд, видите, да? Кит нарисован. В общем, пока отбивные размораживаются, я быстренько приготовлю гарнир. Индукционная плита. Я на неё кладу салфетку и потом ставлю сковороду или кастрюлю для того, чтобы у меня не съезжала, бывает съезжает там куда-то вот в сторону эта кастрюля, а бывает, ну, вообще, чтобы ещё не царапать плиту. Вот мне так удобнее, чтобы она стояла на салфетке. Вот, и я решила сварить пока макарончики. Отсвечивается свет. Я сейчас поставлю максимальную мощность, чтобы вода быстрее закипела. Максимальная мощность – это 2000. Вот, она уже, видите, сразу начинает закипать, если видно. Ну, не закипать, но она уже греется сразу, видно. Вот, быстро нагреется, вот это я сбавлю мощность. Вот, смотрите, у меня на градуснике 29 градусов. С ума сойти, я вот не знаю, включать сплит, что ли. Батарея выключена. Зашла только сразу, открыла окно. Ну, вот я сейчас только начала готовить, я уже чувствую, что вообще душно невыносимо, и открытое окно не помогает. Короче говоря, наверное, придётся мне сейчас сплит включать, я не знаю. Или просто ждать, пока солнце сядет, и, может быть, тогда уже попрохладнее. Тут, понимаете, хорошо, что я на батареях в прошлом году, когда, да, после прошлой весны, я на батареях поставила крантики, теперь я могу просто крантики закрывать. А так мне пришлось бы терпеть это до середины апреля ещё, ужас. Я уже в прошлом, в прошлом году, в начале апреля, уже у меня было 30 градусов, и я уже просто сходила с ума, а батареи у меня не выключались, теперь выключаются. Вот в этой печке хорошо, что есть таймер. Я поставила вот, сколько времени мне нужно было, 7 минут. И вот у меня уже 1 минута заканчивается. А мощность я поставила на 800, и когда на 800 мощность, тогда оно, видите, то кипит, то не кипит. Ну, чтобы сильно не бурлило, и чтобы сильно не убежало. Сейчас оно уже само выключится. А тем временем, пока варятся макароны, у меня уже разморозились мои отбивные. Сейчас я их положу в кулёчек и отобью, отшлёпаю молоточком. Ну, и остальные 2 штуки точно так же это бью. Отбивные посолила, поперчила, по вкусу. Одно яйцо на это количество я взбила, взбила, перемешала просто, и немножко панировочных сухарей. Теперь берём сковороду, включаем, и наливаем туда немножко растительного масла. Чуть-чуть. Сковорода быстро нагревается, поэтому я окунаю, отбивную беру, окунаю в яйцо, вот так вот. И обваливаю в сухарях. Всё. И кладём на сковороду. Ну, то же самое я проделываю быстренько с другими кусочками. Вообще яйцо у меня обычно остаётся. Вот одно яйцо, его, в принципе, и на большее количество бы хватило. Ну, вот мощность я убавила, я включила вытяжку. И чтобы у нас не горели отбивные, а пожаривались, мощность нужно сделать умеренную. Вот на 160 даже я поставлю сейчас. И всё. В общем, 5 минут с одной стороны, 5 минут с другой стороны. Но если вы видите, что они у вас там подгорают, лучше перевернуть, а потом ещё раз. Ну, вообще желательно их пожарить сначала с одной стороны, а потом пожарить с другой стороны. Много раз не переворачивать. Главное, чтобы сочность внутри сохранилась. Ну, вот отбивные почти готовы. И ещё хочу сказать, если вы хотите, чтобы была хрустящая корочка, то крышкой не закрывайте. А если хотите пропарить, то можно тогда закрыть в конце уже самым. Но я не буду закрывать. И по времени даже, наверное, у меня получится не 10 минут, а даже меньше, минут 8. Я думаю, уже готово, потому что кусочки тоненькие, и они уже прожарятся, они очень быстро прожарятся. Я сказала, что сегодня больше делать ничего не буду, и никуда не пойду, и буду лежать. Ну, видите, вот кушать, приготовить нужно было, нужно было. Я приготовила и заодно сняла вам, как отбивные я делаю, потому что просили. А сейчас я подумала, что завтра с утра мне в магазин будет идти некогда за продуктами. Мне нужно будет утром проснуться, привести себя в порядок и снимать видео для вас очередное. А сегодня, так как я ничего не делаю, а еще пока не вечер, еще не темно, еще солнце светит, думаю, что я, наверное, прогуляюсь до магазина, куплю продукты, которые мне нужны, чтобы уже завтра в магазин идти. Так что пошла и отправляюсь в магазин. Вот так вот, девочки, знаете, вот так вот бывает. Ничего больше делать не буду, потом раз-раз надо сделать это, надо сделать то, и вот такой вот отдых, да. Но самое главное, меня немножко отпустила вот эта тишина. Я домой пришла, и дома тихо. А там я уже от сверления просто у меня уже начала оснастить крышу вообще. И вот это может быть тишина, все-таки мозг отдыхает, и меня немножко отпустило. Так что у меня еще хватит сил сходить в магазинчик. Ну что, мои дорогие, я пришла с магазина. Короче, прикупила там вредностей небольших. Ну, в общем-то, я взяла еще продукты необходимые, чтобы у меня было здесь что покушать, чтобы было что-то в морозилке, когда я приеду от дочки, чтобы потом не бежать сразу в магазин. Вот. Ну и так, лук, масло, все дела. Взяла пирожное, шоколадку. Ну, в общем, и другие продукты. А сейчас я сажусь поужинать, и потом мне нужно будет умыться, лечь, включить телевизор, и все, на сегодня день закрыть. Сказать так. Закончился день, можно сказать. Надо умыться. Но я такая сегодня прям красивая, не могу. Глаза не красила, но так чуть-чуть. Думала, буду снимать. Хотя я что, не снимаю сейчас, да? Ну, думала, буду снимать другое видео. Ладно, мои дорогие, на сегодня хватит снимать уже. Буду кушать уже, проголодалась. Всем доброе утро. Я проснулась. Как все-таки здорово просыпаться в своей постели. И просыпаться тогда, когда хочется. А я уже открыла окошко. И у меня там уже петухи поют. И птички там что-то уже чирикают. Хотя на улице сейчас пока 10 градусов. На улице тишина. И где-то там петушок какой-то кукарикает. Что-то птички поют. Даже луна еще видна. Но время без 15.7. У меня день уже начинается. Я уже пью утренний кофе. И потихонечку просыпаюсь. Вообще, все-таки как ни крути. В гостях хорошо, а дома лучше. Дома все-таки лучше. Сейчас я проснусь и начну заниматься делами. О, девочки, что я вам хотела сказать. Я такое для себя сделала открытие. Нашла я крем, который мне подходит. Вот часто у кого-нибудь тоже, может быть, выскакивают прищики на лице. И они вначале такие болезненные. Я не знаю. Я искала разные крема, пробовала. Но вот что-то там где-то более-менее подходит. Что-то вообще не помогает никак. И вот классный такой крем. Сейчас я вам покажу. Вот такой вот крем Фаберлик. Называется активный крем-гель антиакне. Если у кого-то тоже есть вот такая вот проблемка. Хочу сказать, очень классный крем. И он прям спасает. Его нужно точечно наносить. Вот там, где прищик возник, точечно нанесли. Во-первых, он обезболивает и помогает быстрому заживлению. Вот это вот. Вот классный крем. Рекомендую. Это действительно работает. Ну, а что я сегодня собираюсь сделать? Мне пришла посылочка вчера. Но вчера у меня не было сил вообще ничего снимать. Я ее в мешок поставила. Огромный мешок пришел. Ну, я там просто заказала крупногабаритные вещи. Посмотрите в отдельном видео, которое будет называться «Любимый Василек». Вот. И сегодня собираюсь это видео снять. Это будет отдельное видео. А еще сегодня-завтра у меня еще придет заказик «Фаберлик». И там тоже я заказала кое-какие интересные штучки. Кто-то у меня из подписчиков спрашивает, почему вы перестали снимать бьюти. Как вы краситесь и так далее. Потому что у меня вся моя косметика, все мои крема, средства для ухода, они все находятся у меня здесь. Я их все перевести туда не могу. Ну, я там взяла с собой косметичку, там такое вот повседневное необходимое. Но я же не могу таскать. У меня и так полные руки. Я то что-то из вещей там беру с собой. Ноутбук все время, сумка, ноутбук. У меня и так полные руки все время. Поэтому я не могу вот эти все средства переносить. И потом у меня там нету времени вот именно сесть и вот поснимать вот эти вот свои уходовые какие-то видео. Но сейчас я приехала на несколько дней домой. Надеюсь, до выходных я буду здесь. И я надеюсь, что я все-таки вам сниму что-то по уходу за лицом. В общем, ну, у меня какие-то такие планы есть, что-то вам поснимать. Ну, вот что мне удастся, что я успею и буду вам снимать. А сейчас я просыпаюсь, пью кофе. Надо, чтобы мои мозги проснулись, глаза открылись. И займемся делами с вами. Ребята, я вышла на улицу, бегала к сыну, отнесла ему футболочки и невестки тоже, там вещички, которые я заказывала в Васильке. Они померили, покрутились, чтобы я вам могла это показать, как оно село. Все прекрасно село, с размерами я угадала. Мне это нравится. А на улице сейчас у нас, знаете, вот пасмурно. Сегодня, кстати, дождик собирается. Но в то же время тепло и ветерочек очень такой легенький. Легенький-прилегенький. В общем, неплохая такая погодка, свежий воздух, хорошо. Ладно, иду домой монтировать вам видео. А что у меня сегодня на завтрак? Моя любимая овсяночка Молли. Ну, это такого быстрого заваривания овсянка. Но она очень вкусная. И в ней всегда какие-нибудь либо орешки, либо изюм, там бывают чернослив, фрукты, сухофрукты. Орешки, сухофрукты и так далее. Ну, я ее люблю. Во всяком случае, она быстро заваривается. И она очень вкусная. Так что такой у меня сегодня завтрак, мои дорогие. Завтрак на быструю руку. Потому что я уже занята. Я уже монтирую видео. Вот, девочки, сегодня нанесла я макияж. И буквально вот прошло 3 часа. И мне уже нужно его смывать. Потому что я смотрю, у меня уже глаза краснеют. Ну, вот видите, поэтому я всегда не накрашенная хожу. И смотрите, у меня не накрашенные. Ну, иногда бывает, могу накраситься вот буквально там на несколько часов. 2-3 часа. И потом приходится смывать. Как я раньше ходила, целый день накрашенная. Ну, видите, по молодости все нормально было. И как-то вот косметика нормальная. Ну, может быть, косметика была другая тогда в советские времена. Что я накладывала вот такие ресницы и ходила с ними целый день. И даже могла спать в них. На следующий день еще там чуть-чуть подкрасить и идти дальше. Вот так вот было. А сейчас уже все. Так что сейчас пойду глазки свои смывать. Все. Налюбовалась красотой. Хватит. Не собиралась сегодня выходить на улицу. На улице такой сильный ветер. Там градусов 12. Но ветер очень сильный. Пасмурно. И, в общем, ну, решила пойти прогуляться. Надо выходить из зоны комфорта. Пойду забирать заказ в Фаберлик. Кстати, девочки. Вот этот магазин, где я джинсы покупала. Вот он стоит. И он, оказывается, называется экономный универмаг номер один. Вот, чтобы вы знали. Это в Александровке. А я сказала дешевый универмаг. Ну, экономный. Ну, а теперь мы идем. Идем забирать заказик в Фаберлик. Вообще, не так-то страшно на улице. Я-то думала. Я еще шапку одела. Не, ну, шапку правильно. Потому что порывы ветра есть. А так-то не так страшно. Из окна это кажется ужасней и страшней. В общем, ничего. Идем. Вышла подышать свежим воздухом. Девочки, так прохладно. Я сейчас иду в обратную сторону. Ветер дует мне в лицо. И очень здорово, что я одела шапку. И у меня куртка вот такая классная. Прям застегнула я по самое-самое тут прям по горло. Чтобы мне не задувало. Забрала я заказик в Фаберлик. Заказ большой получился. Даже в один пакет не поместился. Но заказик я буду снимать в отдельном видео. Заходите и смотрите. Будем бьюти что-нибудь там пробовать. Что-нибудь тестировать будем. Все, побежала я домой. Иду я такая, бегу. Смотрю, на асфальте что-то светится и крутится. Поднимаю голову. Ну, правильно сделали. А здесь у нас открыли новый магазин. Телега Маркет называется. Тут пекарня, сырые, пивная, роллы, овощи, кофе. И аптека там есть. Зайди что ли, меня там не выгонят интересно с камерой. Надо зайти посмотреть. Аптека есть. Что-то тут такое. Пиво-разливное, нефильтрованное, темное, темное, титрованное. Хлеб, выпечка. Ну, прикольненько. Хлеб семейный. Вот, класс. Пирожки с мясом, зеленью 40 рублей, с сыром. Возьму-ка я, наверное, что-то напробую сейчас, куплю. Тортики. Ой, какие симпатичные. Так, а что еще есть тут? О, здесь жарят блины. С ветчиной, сыром, роллы делают. Класс, класс. Рыбка сушеная. Сыры. О, сыры к пиву. Как раз то, что и нужно. Ну, и вообще овощи, фрукты, колбаски. Надо что-нибудь купить. Ну, все, прибежала я домой. Взяла я в этом, как телега-маркет называется, магазин. Взяла наполеон. Там разные торты есть. Они отрезают кусочек. И вот порционный кусочек 100 рублей стоит. Ну, взяла попробовать наполеончик. Что у них за наполеончик и какой у этого наполеончика крем. Интересно. Надо будет попробовать чуть попозже. И взяла два сочника. Один сочник обычный, классический. С сыром, да. А другой с вареной сгущенкой. Коричневый сочник. Ну, тоже интересно. Надо попробовать. В общем, новый магазин. Я там ни разу не была. Но надо будет как-нибудь заглянуть. Что-нибудь у них взять на пробу. Магазин недавно открылся. Ну, что, мои хорошие. Решила я наполеончик этот продегустировать. Мне же интересно, что же за магазин у нас рядом открылся. И вкусный там наполеон или нет. Потому что я, когда я вижу, наполеон где-то продают. Я люблю попробовать. И если мне нравится, я потом еще там буду покупать. Вот люблю наполеон и все. Но вот у меня он немножко другой получается. А вот есть такие наполеоны, которые мне нравятся больше, чем мой. Наверное, у других хозяй тоже так, да? Так, откусим. Крем заварной. Но крем не очень сладкий. Не знаю. Ну, в общем, так скажу. Наполеон Странно, что он не очень сладкий. Вообще, для тех, кто на диете. Ну, хотя здесь много углеводов, да? В общем, так сказать, неплохой наполеон. В принципе, можно его там купить. Если что. Но я бы больше, может быть, крема сделала. Я люблю, когда больше крема. Но он не сухой. Ну, так. Скажем так. Средненький. На четверочку. Пятерку не поставлю. Потому что я ела наполеоны получше. Тоже магазинные. При том, что это же не совсем прям магазин. Ну, это как магазин. Но там магазин пекарни. Они сами пекут хлеб. И сами пекут наполеон. В общем, ничего. Поесть можно. С другой стороны, меньше вредности. Может быть, это и неплохо. Да? Меньше сахара. Вот. Ну, все, мои хорошие. Я сейчас смонтировала видео для вас. Видео. То, которое смонтировала Василек. Оно выйдет раньше. И вы там уже увидите вот эту вот мою обновочку. Вот. Ну, и что. Сегодняшний день подошел к концу. В общем, влог уже достаточно длинный получился. Поэтому я хочу этот влог закончить. Чтобы его потом вам смонтировать. И начать уже следующий снимать для вас. Ну, а кому мое видео понравилось. Ставьте лайк. Подписывайтесь на мой канал. И до новых встреч. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok